Секреты и интересные вещи тёмного братства, о которых вы могли не знать. Часть третья, друзья! Всем привет! Меня зовут Загера Вантова, канал Мистер Кэт! Слава Ситису! У меня есть невероятный билд «Самый сильный воин». Если ещё не видели, ссылочка внизу потом обязательно зацените. Ну что, в Тёмном Братстве мы прошли квест «Уязвимое место» и возвращаемся обратно в убежище. Попробуй расслабиться, Визара. Дай эликсиру подействовать. Тебе скоро станет лучше. Ах, спасибо, дорогая. Ты так добра. Боюсь, что причинённые шутом раны на деле так же плохи, как и на вид. Да, в убежище мы узнаём, что Цицерон сходит с ума или не сходит. Просто он хочет убить Астрид. На пути становится Визара и он его очень больно ранит. Потом, потом Цицерон убегает, убегает в Донстарское убежище, а мы отправляемся за ним. Слушайте, а Цицерон силён, если даже Арнбьёрн Вервольф не смог его одолеть, хотя больно, очень больно ранил. Да-да-да, раненый. Ребят, как только мы заходим в убежище, то обнаруживаем целый набор шутовской одежды. И тут есть интересная вещь. Да, целый набор шутовской одежды. И разработчики специально, специально её тут разместили. Почему? Да потому что мотивация убить Цицерона, это ещё, знаете, забрать его крутой, редкий, невероятный сет. А тут, получается, мы его берём и как бы он уже не нужен. Но мы-то знаем, ребят, мы-то знаем, что всё-таки одежда Цицерона имеет более сильные зачарования и более вкусненькая. Но, ребята, есть очень интересная фишка, о которой вы могли не знать, и расскажу её немножечко позже. Потому что ещё очень много тут интересных вещей. Эту локацию лучше всего проходить в скрытности, ну согласитесь. Но вдруг скрытность у нас не прокачана. Ребята, есть крутейший лайфхак. Так, смотрите. Скрытность 15. Специально её сбросил. Угу. У нас есть талант. В любом случае будет. Это вызов призрачного ассасина Люсиены Лошанса раз в сутки. Угу. Вызываем. Привет. Входим в скрытность. У нас перчатки убийцы. Обязательно заходите сзади и наносите урон. Ну что? Я думаю, вы поняли меня. Теперь ждите. Быстро ждите. Зажмите кнопочку. Нажмите Enter. И обратно. Вот так вот суточки подождали. Опять призвали. И вуаля. И опять же прокачиваемся. Не знали? Едем дальше. В Донстарском убежище очень много, очень много стражей святилища. И ребята, я что-то не пойму. Может быть вы мне объясните. Ну вот смотрите. Я на данный момент уже, уже слышащий. А это нифига себе намного выше, чем тот самый Цицерон. Тогда какого черта они на меня нападают? Они же стражей святилища. Или это какая-то персональная охрана Цицерона? Да нет вроде. Они просто должны мне честь отдавать, когда я мимо них прохожу. А они меня бьют. Ну ладненько. Есть прикольная фишка именно с ними. О которой вы могли не знать. Смотрите. Да, в скрытности проходить милое дело. Его даже факел не смущает, да? Не смущает. Ребят, вот например мы убили ассасина, да? Он погиб и... Исчез. Полностью исчез. Если вы прокачали карманные кражи до соточки и прокачали последний перк фокусник, который позволяет воровать экипировочные вещи, ребята, можно очень круто заработать. Потому что эти ассасины носят полный сет темного братства. 670, 370, 300, 125 и стеклянное оружие. На секундочку. Боже мой. Как же забавно он смотрится. Давайте не будем его убивать. Но ребята, есть еще лучники. И не знаю почему, ребята. У лучника очень, очень много стрел. Костяные. Угу. Стеклянные 36. Стеклянный лук. Эльфийские. Полный сет. Забираем. Дальше. Двеймерские. Угу. Орочи. Стальная. Ледяная. Огненная. Молнии. Железные. Ну и кинжал. Спускаемся ниже. Вот у нас большой зал. Тут сейчас будет два ассасина. Угу. Вот они вышли. И, ребята, вот здесь нас ждет сет брони темного братства. Я всегда его пропускал. Ну или брал, но не обращал внимания. Ну, ребята, давайте посмотрим более внимательно. Поношенная броня теней. Хм. Давайте еще внимательней. Заберем и посмотрим, что она себя представляет. Смотрю я такую на эту броню и понимаю, что она без зачарования. Но, конечно же, кроме перчаток. Сапоги и капюшон с маской. Ну, почему-то, если мы мужчина, маска не работает. Ребята, вы понимаете, что это, наверное, единственный сет брони темного братства, на который вы можете нанести ваши, ваши любимые два зачарования, если у вас прокачаны зачарования до соточки. Офигеть, можно отыграть такого ассасина и нанести именно то, то, что вам хочется, а не то, что вам предлагают. Как же это здорово. Но, ребята, как только я начал зачаровывать эти вещи, я охренел и еще больше. Почему? Просто смотрите. Это Soul Stay. У меня взят перк с черной книги Искатель Волшебства, плюс 10 к зачарованию. Также у меня сет Азидала, плюс 10 к зачарованию. Просто смотрите. Мне кажется, вы офигеете, потому что я был в шоке. Каминдош. Черный. Предмет. Перчатки. Да, ребят. Только на эти перчатки, которые уже с зачарованием, вы можете нанести и еще два зачарования. Охренеть. Просто офигеть. Скорее, мне перестает. Мне перестает меня удивлять. Кто не знал, ставьте лайк и давайте посмотрим. Но, по-моему, у меня, ребята, зачарования не все. Но. Я бы что сделал. Одноручное оружие 13%, но если мы нажимаем, то мы не видим, потому что тут уже есть зачарование. Но тут можно посмотреть урон. Также я советую легкую броню. Почему? Объясню чуть позже. Также можно эти вещи переименовать. Поношенные перчатки теней, например, мистера... Ммм. Не-не-не. Кэт. О да. О да. Создаем. Вот. Вот, кстати, я ходил и также не вижу только удар в спину и все. Казалось бы. Но, ребята, вот я снял с себя одежду. Захожу в активные эффекты и спускаюсь ниже. И... Одноручное оружие. Поношенные перчатки теней мистера Кэта. Навык ношения легкой брони увеличивается на 28 единиц. Атаки одноручным оружием наносят на 46 больше урона. И это, ребята, без зельев. Прикиньте, что можно сделать. Кстати, сейчас зачарую весь сет и покажу вам. И вот, броня. Увеличу здоровье на 72 единицы. Навык ношения легкой брони увеличивается на 28 единиц. Доспех 129. Перчатки за них вы знаете. Сапоги. Атаки одноручным оружием наносят на 46% больше урона. У нас еще на перчатках. Скрытность повышается на 46%. Кстати, если вы найдете сапоги с бесшумностью, с них можно снять зачарование и сюда нанести. Так просто, чтобы знали. У меня просто еще нету такого. И капюшон. Локи наносит на 46% больше урона. Заклинания восстановления расходуются на 28% больше. Ребята, почему я все-таки на сапоги, точнее на перчатки и на одежду нанес навык ношения легкой брони? Класс брони 301. И это максимальный. Если у вас легкая броня прокачана до соточки, этот сет вы не можете. Ребята, вы никак не можете улучшить у кузнеца. И этим сделали некий баланс. Но все равно, нифига себе. И кстати, знаете почему нет капюшона? Господи, какого капюшона? Точнее, нет маски. Потому что маски только для девушек. И? Вот и кончается спектакль. Цицерон. И помните в начале выпуска я рассказывал вам за шутовской сет и сет Цицерона. И сложный выбор. Убить Цицерона, получить его невероятный сет. Или же оставить Цицерона, получить очень крутого, психанутого, харизматичного компаньона. Но только шутовским сетом и все. Но ребята, тут есть крутейшая фишка, которую вы могли не знать. Это, ребята, выход. Выход с этой сложной дилеммы. Но нужно подготовиться. Во-первых. Во-первых, у вас должны быть прокачаны карманные кражи до соточки и фокусник. Это раз. Во-вторых, у вас должен быть посох паралича или просто паралич. Кстати, посох паралича на первом уровне. У меня было видео. Надеюсь, я найду ссылочку и прикреплю внизу. Дальше. Дальше, ребята, вы должны спрятаться где-то. Так, чтобы он вас не видел. Угу. Используем на нем паралич. Вот. И... Ребят, теперь ждем. Ждем, когда он начнет растаивать. Смотрите. По-моему, у меня посох на 15 секунд. И во время того, как только он начинает растаивать, мы можем зайти в его инвентарь и забрать его сет. Да, ребят, смотрите, теперь убирайте все. И все. Оставляйте его в живых. Все, друзья. Специально для девочек и некоторых мальчиков голый Цицерон. Любуйтесь. И, кстати, я вот задумался, это что теперь, он придет как компонент голый? Давайте проверим. Прошел сюжет Темного Братства и выходим. Я обалдею, если сейчас он голый прибежит. Ну? Слышащий. Нет. Все нормально. И на этой нотке я заканчиваю третий выпуск по секретам Темного Братства. Но будет еще, еще, друзья. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, порекомендуйте данное видео, друзья. И кликните колокольчик. Отдельное огромнейшее вам спасибо за это. Потому что именно вы продвигаете видео. Спасибо, друзья. И счастья вам.